Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала! Продолжим тему сна и бессонницы. Возраст влияет на качество и продолжительность сна. Помните, о взрослом часто говорят «спит, как ребёнок». Маленьким деткам нужно где-то 16 часов сна, а с возрастом количество часов уменьшается где-то в два раза. По статистике, одна треть взрослых на Земле время от времени испытывает проблемы со сном. Процессы, происходящие в мозге во время сна, изученные до настоящего времени плохо. Большой привет сторонникам эволюционной гипотезы. Из неживого вдруг образовалось живое, выдержав всё на свете, тут из неживого неживого не образуется. Сколько вот пять тысяч не кладут друг на дружку, а третья как-то не образуется. Шучу. И вот одна единственная клеточка, из которой всё и пошло, от вируса до жирафа. Ну и человек тут грустный, на ступеньке сидит с обезьяной. Ой, не будем уходить в подробности и продолжим про сон. Наука делит сон на четыре фазы. Эти фазы чередуются ночью. Фаза лёгкого сна длится несколько минут, во время неё замедляется пульс дыхания, мышцы расслабляются. Быстрый сон. Тут мозг работает активно, как раз в этой фазе отмечают, что глаза у спящих двигаются под веками. Эту фазу сна сопровождают сновидением. Что ещё надо отметить? Что тут нас можно легко разбудить? Третья фаза – это умеренно глубокий сон. Четвёртая фаза – глубокий сон. Чем дольше у нас будет третья и четвёртая фазы, тем вы лучше выспитесь. Между 21 и 22 часами повышается уровень мелатонина, который заставляет засыпать, а температура тела снижается. Если утром ваше пробуждение происходит по будильнику, значит звук застал вас на стадии лёгкого сна. Старайтесь делать так, чтобы фаза глубокого сна была в середине ночи, а не утром. Для хорошего сна старайтесь укладываться спать в одно и то же время не позднее 23 часов. Ужинайте за 2 часа минимум до того, как соберёте спать, и лучше всего, чтобы ужин был лёгким. Спальня должно быть тихо, прохладно и темно. Желательно прогулка перед сном, ну хотя бы и даже несколько минут. Подбирайте подходящую подушку, удобную, не слишком мягкую и высокую. Постельное бельё лучше из натуральной ткани, в меру мягкое. Одежду для сна выбирайте комфортную и не сковывающую движение. Настраивайтесь на сон, не увлекайтесь гаджетом, телевизором. Лучше послушайте музыку, займитесь рукоделием или почитайте книжку. Кстати, продукты могут помочь нам хорошо заснуть. Например, в Киеве много антиоксидантов, витамина С, и в этом причина его способности действовать сонно. Орехи – источники цинка, магния, которые помогают укрепить нервную систему. Калий, который содержит бананы, он расслабляет мышцы. Красный виноград имеет гормон с нами латонин. Ромашковый чай – седативное природное средство, которое помогает засыпанием. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал, все будет хорошо. Стоит сказать о наших партнерах. Производитель здоровья-долголетия, гармонии духа и тела, из натуральных природных даров Амазоника. Адета, адаптогены, ноотропы, гремной микродозинг – все полезные и необходимые. В составе продукции только натуральные природные компоненты, экстракты, растения, грибов, лесные суперфуды. Золото здоровья – золото природы. Ссылка внизу в описании. На сегодня все. Всего доброго.